Глава вторая. Наш мир. Кино. Прежде чем перейти непосредственно к причинам, как вы уже поняли, психосоматическим, такого недуга, как онкология и сахарный диабет, и разобраться, почему страдаем мы или наши дети, наши близкие люди, для глубокого понимания хочу начать с важной темы — как работает психосоматика. Мы поговорим о нашем мозге и о нашем внешнем наблюдаемом физическом мире. Просто представьте, наш мир — это кино, похожее на экран ТВ. Мы смотрим живое кино, а проектор, показывающий нам это кино, находится у нас в голове. Наше мышление воспроизводит эти кадры, которые мы наблюдаем как жизнь. А жизнь — это быстрая смена этих кадров с частотой импульса, то есть без задержки по импульсу, здесь и сейчас. Если в проектор вставить один кадр, то в проекции будет статичная картинка. Потом мы заменяем один кадр на другой, и картинка меняется. Хоть и она будет новой в проекции, но все равно статичная. Но стоит начать нам быстро сменять кадры, и в проекции на экране картинки оживают и создают иллюзию движения. И наша жизнь — также проекция картинок, быстро сменяющих друг друга. Мы чувствуем жизнь в ее разнообразии, когда быстро реагируем на наши импульсы и желания. В этом ключ. Если мы откладываем смену жизненного кадра на потом, то жизнь прекращается, кадры замирают. И на экране мира мы видим, как будто бы день сурка, и грызем себя. Я вроде бы бьюсь, бьюсь, а ничего в реальности не меняется. Наши тела и обстоятельства начинают мгновенно реагировать на эти наши «потом», на откладывание импульсов и порывов что-то сделать. Сигналы тела в виде болей и болезней, а также жизненные обстоятельства, вызывающие душевную боль внутри, начинают нам указывать на то, где мы притормозили со сменой кадров, где мы остановили себя от потока жизни. Любите ваши болезни и проблемы. Как бы это странно ни звучало, эти сигналы нужны нам, чтобы выжить, расширяться, расти и двигаться в потоке нашей жизни. Каждый болевой сигнал говорит нам об остановке в развитии, об остановке в нашем мышлении, о тормозе, где мы зациклились на определенной правде и не хотим видеть мир шире. Наша точка обзора и зацикленность на своем мнении – это всего лишь малая часть истины, которую мы видим. Например, мы видим со своего ракурса слона. Не целиком, а только ту часть, которую позволяет нам наша точка обзора. Например, смотрим на мордочку слона и видим хобот, глаза, ушки, какую-то часть спереди, но не видим при этом слона сзади и сбоку. А кто-то смотрит на слона сверху, и у него складывается другая картина. И столкнувшись с другим человеком, мы будем спорить, чья правда правдивее, а в итоге получится, что мы оба неправы. И правы одновременно, так как каждый видит свою часть, но никто не видит картину целиком. Любая боль и болезненная ситуация – это естественный сигнал нашего тела и нашего мира, в том числе речь и про детей. Это сигнал нашего кино, которое мы наблюдаем. Мы зациклились на одной картинке мира и не хотим разглядывать другую, не хотим идти в расширение и познавать себя дальше. Не хотим рассматривать и другие версии, другие картинки, другие кадры, другие точки обзора. Мы просто наше кино начинаем притормаживать, а потом удивляемся, почему не видим наши желания. А мы просто не идем в другой кадр. Мы зациклены на одном и упрямо отстаиваем эту правду. Из всего вышесказанного я хочу подвести итог. Ты – тот творец и бог, который творит этот мир своим наблюдением. И твое творчество состоит в творении новых кадров жизни. И быстрая смена картинок делает эту жизнь живой и счастливой. Для того, чтобы эти картинки быстро сменяли одну за другой, нам необходимо научиться легко принимать все свои желания и импульсы и делать все в здесь и сейчас, не откладывая ничего на потом. И чтобы идти в новое, а это основа творчества, нам необходимо научиться легко отпускать прошлое, отпускать свою правду, за которую мы держимся. И с интересом наблюдать это кино, не зная, как мы увидим новую правду, новые жизненные кадры, а просто расслабившись, позволить себе это наблюдать, не отстаивая свои знания, как оно должно быть. Мы не знаем, как оно будет и какой кадр следующий, но нам очень интересно увидеть с новой точки обзора еще один кусочек истины, допуская, что все правды сосуществуют одновременно. И чем больше мы разрешаем себе идти в новое, тем интереснее мы будем создавать свое новое кино. Мы с вами уже начинаем понимать, как устроен этот мир, что он — отражение нас, нашего мышления, и что боль, болезнь — это сигнал нашей остановки, который нам нужно оценить и познать, чтобы двигаться дальше. Боль, которая в нас возникает, это очень хорошо, иначе бы мы никогда не узнали, что мы останавливаемся. Для того, чтобы происходило движение нашего жизненного потока, нам надо осознать, что нас останавливает, чтобы разобраться с этим. Нам надо понять, за что мы так держимся и что не отпускаем из прошлого, то есть не отпускаем старый кадр в нашем проекторе, и тем самым не даем переключиться на новый. А также нам надо осознать, что мешает действовать по импульсу и делать все, что мы хотим в здесь и сейчас. Ведь нас держит не только прошлое, нас еще останавливает будущее. Мы боимся новых кадров нашей жизни, то есть боимся неизвестности. Мы боимся жить, и нам кажется, что остановка и смерть безопаснее. Абсурд, согласитесь? Что мы боимся жить? Поэтому мы и испытываем проблемы со здоровьем и душевную боль, показывая себе «Ау! Проснись!» Почему мы всегда выбираем остановку, а не жизнь? Оглянитесь, жизнь безопасна, она лишь отражает то, что мы думаем. Опасна не жизнь, опасны наши мысли, которые разрушают нас. Найди в себе смелость творить новое, найди в себе интерес это новое познавать. Как только мы переводим неизвестное в известность, наш страх рассеивается. Нет смысла бороться со страхами. В них можно только пойти. Это как путеводный указатель для жизни, где таится новое и непознанное. Стоит только задуматься о том, почему мы чего-то боимся. Всплывает ответ «Мы это не знаем». Так что мешает это узнать? Все понятное для нас не страшно. Может, все-таки пойти и увидеть этот новый завтрашний день с новым творчеством. А путь познания и узнавания того, чего мы не знаем, и есть наш путь развития, наш путь жизни. И не только страхи нам сигналят путь, куда нам хочется пойти, но также стыд и боль. Тело подает нам сигнал, где система сбоит и тормозит, указывая на наши жизненные остановки. Резюме. Ничего не откладывать на потом. Всегда идти в перемены. Не держаться за прошлое и легко его отпускать. Перестать перекладывать ответственность за свою жизнь на других. Держать фокус внимания на себе, на своей жизни, а не на чужой. Делать все здесь и сейчас. Быстро реагировать на желания и импульсы своей души. Перестать тормозить себя любыми отговорками, почему мы что-то не делаем. Спрашивать себя, а что мне мешает действовать и решать именно эти задачи. Научиться идти в страхи. Принимать все правды одновременно. Перестать спорить. Перестать упрямо отстаивать любую свою правду. Полюбить свою болезнь и боль. Это сигнал остановки. И это хорошо. Не выдумывать и не знать, что будет дальше, не строя плачевные прогнозы будущего. Включать интерес к новому. Желать измениться и делать действия для себя. Не держаться за прошлое и опыт. Он всегда будет новый. Найти в себе смелость творить все по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры